Денежный ритуал на убывающей Луне. Добрый час, дорогие друзья! С вами Апраксина Лада. Вы на моих каналах, и это мастер-класс о том, как делаются денежные ритуалы на убывающей Луне. Каждый из вас, кто следит за лунными ритмами, кто изучает сакральные знания, и кому знакомо понятие растущая и убывающая Луна, а таких, в общем-то, довольно много, вы знаете, что все денежные процессы мы делаем на привлечение на растущей Луне, а при этом на убывающей мы делаем все процессы и процедуры чистки, устранения каких-то препятствий. И сейчас, друзья, я проведу для вас такой комбинированный выпуск, мастер-класс о том, как сегодня, 12 мая 2023 года, или в любой другой день, можно было бы сделать такой процесс денежный на убывающей Луне. Сегодня у нас лунный день, который позволяет нам работать с символами, с изображениями, со знаками, с сакральной символикой. Сегодня первый день нашего тура силы, кристалл денежный, денежный кристалл. Друзья, я сейчас буду сначала рассказывать о некоторых моментах и атрибутах, которые нам понадобятся, и о предыстории этого процесса. Для начала скажу, обязательно досмотрите это видео до конца, вы узнаете много интересного для себя. Для начала скажу, что тур силы «Денежный кристалл». Я уже говорила об этом туре на моем YouTube-канале, так же, как и я говорила о туре и турах, раундах наших, которые мы уже провели. Кристалл свободы – это был первый раунд, который мы провели. Затем у нас был кристалл чудес, кристалл удачи, кристалл успеха. И сейчас мы делаем раунд, который называется «Денежный кристалл». Что такое раунд? Это турне. Это турне по местам силы, которые мы посещаем в рамках автопрогулки. Автомобильное путешествие. Я еду сама за рулем. В данном туре силы «Кристалл Денежный» я еду с берега Черного моря, место силы Шипси из Туапсинского района на побережье, и еду через всю страну в Карелию, заезжая во все возможные разные города, посещая разные места силы. И вообще тур… Многие спрашивают, Лада, зачем ты ездишь? Это же так трудно. Ребят, для меня это не трудно. Наоборот, для меня это радость и удовольствие. Я еду и наслаждаюсь интересным общением с попутчиками, а я беру попутчиков по пути. Я наблюдаю всякие интересные места, что-то новое узнаю. Например, в первом туре силы мы заезжали на «Синий камень» в Переиславль-Залезский. Вот магнитик из этого места. Вот таким образом выглядит сам «Синий камень». Он лежит на берегу Плещеева озера в Переиславль-Залезском. Действительно уникальное место силы и уникальный камень. Я о нем рассказывала на моих каналах. Это камень, который исполняет желания. И сегодня, конечно, он с нами, он со мной. Потому как мы сегодня будем с вами, друзья, делать практику для исполнения желаний. А прежде чем делать эту практику, и прежде чем я расскажу, какой процесс создания денежных программ на убывающей Луне, я немного вам расскажу далее о наших предметах, которые в кадре, об инструментах. Итак, вы видите у нас Адский Котэ. Вот этот персонаж, который путешествовал с нами повсюду, во всех турах, сидя на панели автомобиля и наблюдая за движением. В этом туре с нами есть еще один персонаж. Это вот такой волчонок, волчара. Да, они дружат. Волк и Адский Котэ дружат. А также у меня с собой в машине всегда ведьмина метла. Делает такие метелки Веста Романская. Вот эта метелочка с изображением медитирующего Шивы, с трезубцем Шивы. Она была сделана персонально для меня, для автомобиля, на котором мы совершаем путешествие. Зовут эту машину Дуглас, точнее, его зовут Дуглас. Вы наверняка встречали уже упоминание об этом геройском автомобиле. Это Volkswagen Passat. И на нем мы едем в турне. И, кстати, конечно, машина не новенькая, видавшая виды, очень надежный, верный друг. Кто ездил со мной, тот помнит, насколько хорошо и качественно ведет себя Дуглас, как он всегда выручает даже в самых невероятно трудных каких-то дорожных ситуациях и историях. И, друзья, здесь в кадре у нас сегодня вот эта картина с изображением лотоса. Следует сказать, что эту работу сделала Алевтина Сурнакова. Это подарок для меня. Я уже делала распаковку этого подарка на моих каналах. Почему она сегодня в кадре? Дело в том, что в нашем туре силы мы-то едем по разным красивым местам, а Алевтина тем временем занимается тем, что отрисовывает новую колоду лотос. Колода лотос у нас появится буквально в июне. Довольно скоро это произойдет. Вы знаете, насколько я люблю символику с лотосом. И вот Алевтина тот художник, тот мастер, которая согласилась вместе со мной создать колоду лотос. В общем-то, как и другие колоды, которые мы создаем в моей авторской школе, колод в настоящий момент уже примерно 30 создано. Раньше я всегда говорила около 25. На самом деле уже около 30 колод создано в моей авторской школе. Это колоды разные. Сегодня они нам будут помогать в нашем процессе. И вот сейчас вы видите колода Magic Emotion. На что обратить внимание, это колода Эльза. Это нейроруны, колода Метла, канал Силы. Кстати, про канал Силы я буду сегодня еще на моем YouTube-канале давать мастер-класс по вашим запросам, как работать с этой колодой, как с ней взаимодействовать. Также с нами сейчас в кадре Шри Янтра на золотой пластине и вот такая серебряная чашечка с разными монетами. И вы, друзья, те, кто желает провести со мной процесс денежный, сегодня вы тоже приготовьте, пожалуйста, для себя блокнот с ручкой. Это традиционный инструмент для любого ритуала современной квантовой магии или магии нового времени. Кстати, кому интересно, есть курс Маг нового времени. Он абсолютно доступный по стоимости. Там чуть меньше, чем 10 тысяч рублей он стоит всего-навсего. И там 78 безопасных результативных квантовых ритуалов, о которых я рассказала, показала, дала практики. И вы можете забрать этот курс для себя при желании. Итак, вы готовите блокнот-ручку, готовите любую свечу. Желательно, чтобы она была денежная. Кстати, вот эта денежная свеча, которая у меня сейчас в кадре с травами клевера и с сиренью, это свеча, которую я создала на убывающей луне, но она денежная. Меня спрашивали свечесоздатели, мастера свечного варенья. Спрашивали, Лада, как ты сделала денежную свечу на убывающей луне? Как так? А вот я сейчас как раз вам и расскажу о том, что да, на убывающей тоже мы денежные практики делаем. И вторая свеча в виде зеленого яйца. Это свеча от мастера свечесоздания Надежды Обуховой. Я часто говорю о ее свечах, и мне они очень нравятся. Надя, кстати, недавно сделала новую коллекцию. Обратите внимание, на моих страничках есть ссылочка на обзорное видео новой коллекции. И, друзья, у нас с вами в кадре предмет, артефакт, очень интересный. Это ветка, бревно, которое было найдено на берегу моря. Мы сейчас на берегу моря черного находимся. И это ветка, которая естественным, природным образом инкрустирована камнями. Такое здесь на море встречается нечасто, когда волна, вода берет дерево и вбивает туда камни, инкрустирует дерево камнями. Редкое явление. И вот у нас с вами этот предмет в кадре, равно как и метла. Сейчас я вам ее покажу. Вот ее видно, я думаю. Вот она, большая метла, которую делали девочки на ретрите, индивидуальном ретрите, которые приезжали сюда, на берег Черного моря, ко мне на практике. Вообще на практике ко мне можно приехать лично, можно делать дистанционно, можно обучаться на расстоянии и даже консультироваться. И ритуалы я провожу на расстоянии. И вот сейчас, друзья, сегодня мы как раз будем с вами делать этот процесс на расстоянии. Кстати, внимание, очень важное объявление, важное заявление. Если вот кто-то досмотрел до этого момента, для вас промокод «Лакшери». Внимание, запишите себе промокод «Лакшери» для тех из вас, кто в течение всего тура силы «Денежный кристалл» будет отмечать лайки и комментарии на ютубе, на моем ютуб-канале. И в группе, официальная группа тура силы «Кристалл Свободы», те из вас, кто будет регулярно отмечаться, комментировать, смотреть, делать задания, ребята, друзья, вы получите от меня приз, подарок. Это ритуал, который называется «Лакшери деньги». Ритуал, который создает вам возможность иметь больше потока денежного изобилия в вашей жизни. Традиционно и отдельно такая программа стоит примерно 15 тысяч рублей. Вы ее получите в подарок. Ваш промокод «Лакшери» назовете его в конце тура. Можете сейчас отметиться, что вы начали. Напишите в комментариях «Лакшери», напишите мне в личные сообщения. Ссылочки я оставлю в инфобоксе и вокруг этого видео. И ждите до конца тура. Наблюдайте за нашими событиями, проявляйте активность, поддерживайте весь тур силы. Кстати, поддержать тур можно еще и материально. Да, я оставлю ссылочки на донаты, как можно отправлять донаты, чтобы мы могли комфортно заправиться, решить какие-то наши финансовые задачи по дороге. Мы многого не просим, но с удовольствием примем любую вашу финансовую благодарность, помощь и поддержку в нашем путешествии силы. Друзья, любая ваша поддержка, комментарии, лайки и выполнение практик. И в конце тура я буду объявлять о завершении тура. Вы воспользуетесь этим промокодом «Лакшери» и получите для себя классный. Волшебный ритуал, который создаст вам больше денежных возможностей. Ну что ж, друзья, сейчас приступаем непосредственно к нашей практике. Уверена, вы понимаете, почему сейчас в кадре оказался и синий камень, который исполняет желание, и на золотой пластине Шри Янтра, это денежный знак, и денежные монеты, и денежные свечи, и даже медитирующий шиво на ведьмовской метле, который делает Веста Романская тоже не случайно. Кстати, Веста Романская – это официальный администратор нашего тура всех раундов. Ссылочку на нее также есть в официальной группе тура. Вы можете ей задавать вопросы, подсказывать нам какие-то места для посещения, назначать со мной по дороге встречи, если хотите увидеться лично, это возможно. И также у Весты есть отдельная группа, которая так и называется метла, и там в этой группе вы можете для себя выбрать такие вот предметы силы. Обратите внимание, ребят, когда у тебя в машине лежит вот такая ведьмовская метла от Весты Романской – это реальный оберег, реальный оберег, проверено многократно нашими поездками. Действительно ускоритель, действительно оберег, амулет, талисман. Поэтому рекомендую, кто ездит за рулем в своем автомобиле, я рекомендую обратиться к Весте за этим предметом силы. И также, ребят, обратите внимание, я скажу просто перед самим ритуалом, и вы будете понимать, почему я об этом сказала. Сегодня, как я и говорила, 12 мая я выезжаю из Шепсин, с берега Черного моря, и первым делом еду в Геленджик на Дальмены. Затем сегодня я буду в Краснодаре ближе к вечеру, и завтра с утра выезжаю в сторону города Воронеж. Это наши планы. Кого интересует, повторюсь, встречаться или поймать меня где-то по дороге, встретиться с удовольствием, попить ароматный кофе или вкусный чай, и обняться, обменяться сувенирами и сделать фотки-селфи, пожалуйста, пишите мне или Вести Романской, как администратору тура. И, друзья, есть девушка, которая узнала, что я еду по такому маршруту. Сама девушка из Краснодарского края, но ни в Геленджике, ни в Краснодаре она не проживает. Зовут ее Наталья. И мы договорились с ней, что она приедет в Краснодар, чтобы встретиться со мной, обняться. Она заказала колоду метла. Вот она, авторская колода метла, которую Наташа получит завтра с утра, а когда мы увидимся с ней в городе Краснодар, обязательно сделаем селфи-фотографии. Вы увидите, может быть, даже видеофрагменты нашей встречи. Потому как в каждом событии тура силы «Кристалл денежный» я буду говорить именно про деньги. Почему и как у нас возникают деньги. Поэтому слушайте и наблюдайте внимательно. И сейчас внимательно обратите внимание на вот эти два жетона. Это жетоны наших туров. Они сделаны разного цвета. Кстати, сделала их Елена Коняшкина. Мы ее за это очень благодарим. Это тоже моя ученица, клиентка и приятельница, которая имеет полиграфическое предприятие в городе Саратов. Я прости, Лен, если я неправильно назвала. Смысл в том, что она нас в дорогу сопроводила вот такими инструментами. Кстати, друзья, если и вы хотите что-то нам преподнести полезное в дорогу, тоже делайте это через меня или через Весту Романскую. Итак, почему я сейчас обращаю ваше внимание на эти жетоны, на эти два предмета? Дело в том, что у нас есть с вами в жизни такое явление, которое называется цветовые резонаторы. Очень много и часто я об этом говорю. На моих каналах цветовых резонаторов несколько. Есть красный, белый, синий, желтый и зеленый. И скажу в двух словах. Красный цвет – это цвет дня, когда мы что-то начинаем. Белый цвет – когда мы что-то очищаем. Синий цвет – когда мы что-то трансформируем, улучшаем, видоизменяем. Желтый цвет – это когда мы получаем результаты плоды. Это денежный резонатор. И зеленый – это резонатор, который открывает все двери и дает нам все возможности. И сегодня, друзья, 12 мая у нас сочетание желтого и синего резонатора. Синий резонатор – это первый резонатор, с которым мы поехали в туры. Представляете, как символично. Мы поехали именно в синий день, в синем резонаторе. Кристалл свободы – синий изначально. А вот денежный кристалл, который сейчас мы делаем, мы выезжаем в желтый день. А желтый день, напомню, это денежный день. Поэтому именно сегодня начинаются наш тур силы. И сочетание желтого и синего в любой колористике понятно, что это зеленый денежный цвет. Поэтому зеленые свечи всегда денежные. Поэтому зеленый резонатор всегда открывает нам все возможности, все пути. И дает прекрасные шансы. Такие же шансы счастливые и удачливые, как нам всегда дает клевер. Вот эта свеча, кстати, она с использованием настоящего живого, сухого клевера. Здесь клевер, сирень и другие травы. Свеча, напомню, моя авторская. Они у меня есть в наличии. Можете заказывать. При желании действует очень качественно и хорошо. И свечи других мастеров, которые я обычно показываю на моих страничках, тоже рекомендую заказывать. Ну что же, по сути мы с вами из синего кристалла свободы, из желтого кристалла денежного переходим к зеленому сочетанию, который зеленый резонатор, который открывает нам все возможности. Для того, чтобы сегодня провести старт, стартовый процесс, а, кстати, я буду регулярно размещать практики в подарок. Я буду рассказывать, как и что делается для вашего благополучия, изобилия, достатка. Буду рассказывать, повторюсь, и на YouTube-канале, и в официальной группе «Кристалл Силы», которая у нас в ВКонтакте. Ну и также в Телеграм-канале тоже будут новости. Итак, что вам понадобится? Монетки сейчас, свеча, блокнот-ручка и любая символика, любое изображение, которое у вас есть дома и которое ассоциируется у вас с деньгами. Ну, в моем случае я взяла с собой в кадр вот Шри Янтру на золоте, которая символизирует денежные потоки. Это Шри Янтра, которая управляется богиней изобилия и процветания Лакшми. Я взяла с собой магнитик с синим камнем. Синий камень. Да еще и смотрите, как интересно. Синий и желто-золотой. Очень сочетаемые для сегодняшнего дня у нас оттенки и вибрации. И, друзья, что мы сейчас с вами сделаем? Мы сделаем денежный процесс, который можно и нужно делать сегодня, 12 мая 2023 года. Я традиционно каждый день делаю комбинированные ритуалы. Прежде чем провести ритуал, я сначала смотрю, какой лунный день, какой резонатор, как расположены планеты, что говорит об этом дне в разных системах сакральных знаний, народная мудрость или магическая мудрость. Также я делаю расклад на разных картах, колодах и смотрю, на что обратить внимание в этом ритуале и так далее. Я сегодня для вас подготовку уже сделала, и мы с вами начнем. Первое действие, которое я предлагаю вам сделать для денежного ритуала сегодня, в начале этого цикла. Кстати, обязательно посмотрите про кристаллы цитрина. Они у меня сейчас лежат на алтаре именно на ритуальной подзарядке активации старта нашего процесса структуризации денежных энергий. Что такое денежные кристаллы из цитрина, смотрите, на моем YouTube-канале уже были выпуски. Обязательно смотрите и обязательно бронируйте себе, потому что кристаллов всего 100 штук. Я знаю, что на них будет спрос, поэтому бронируйте заранее. Так вот, друзья, вы записываете в своем блокноте, зажигаете свечу, желательно, чтобы она была зеленого цвета. Если не успели приготовиться, то ставьте на паузу, идите, готовьтесь. Вам понадобится, повторюсь, блокнот-ручка, свеча, желательно зеленая, из натурального воска. Вам понадобятся монетки металлические и понадобится какой-то символ, предмет, который у вас ассоциируется с деньгами, изобилием, процветанием, достатком. Итак, зажигаете зеленую свечу. Ставите рядом с ней ваш символ и монетки. Можно монетки просто положить рядышком со свечой, но лучше, конечно, если это будет в какой-то емкости. То есть я вот говорю, я сделала в серебряной такой рюмочке, поставила монетки к нам. И затем вы что делаете? Вы берете в своем блокноте, описываете кратко, сначала вспоминаете, и описываете кратко тот случай, когда в вашей жизни была красивая ситуация, радостная, удачная, счастливая, когда вы получили весомую сумму денег. Отметьте, пожалуйста, что это было. В моей жизни это была ситуация, когда первое, вы пока пишете, я буду подсказывать из моей жизни, но и вместе с вами делать этот процесс, когда я узнала, что меня наградили грантом обучения в Соединенных Штатах Америки. Я провела определенный проект в России, он был замечен на международном уровне, и мне выделили грант для обучения в Соединенных Штатах Америки. Да, я училась в Вашингтоне и в Фениксе, штат Аризона, в Александрии была, в Чикаго. И в тот момент, мало того, что я получила грант и полностью за счет этого гранта попала в Америку в 1995 году, что было, в принципе, непросто в том периоде, когда, мы помним, были малиновые пиджаки, золотые крупные цепи, криминал, разборки, очень много разных непонятных таких криминальных явлений. А я тем временем уехала в США и там училась в университете. И самое удивительное было то, что я получила еще и стипендию. То есть не просто мне оплатили всю дорогу проживания, питания, обучения, но я еще и была стипендиатом, то есть получала стипендию. Это был шок для меня, когда в том периоде в месяц мне выдавали порядка полутора тысяч долларов. Это была громадная сумма, просто нереальная, невероятная на тот момент. Вот эти ощущения, конечно, я в себе храню в памяти, они у меня остались на всю жизнь. И вот сейчас я вспоминаю тот момент. Также был период, когда я служила на Мосфильме. Многие из вас знают о том, что моя биография уникальная, многогранная, разнообразная. И на Мосфильме я получила заказ абсолютно четкий, честный и легальный, благодаря которому получила выплату в 2 миллиона рублей. Да, была непростая работа, непростая задача. Я получила 2 миллиона рублей довольно быстро, за короткий период. Это тоже момент такого и удачи, и приятного воспоминания о деньгах. Ну, могу много таких ситуаций вспомнить в моей жизни, но сейчас уже, полагаю, этого достаточно, и вы уже тоже смогли вспомнить какой-то момент. Напишите кратко, где это было, примерно когда, какую сумму вы получили, и несколько слов о том, какие ощущения, какие эмоции вы в тот момент испытали. Сегодня мы с вами проведем ритуал переноса этих эмоций на предмет, который станет ретранслятором этих ваших удачных, успешных состояний в денежной вашей истории жизни. Итак, вы берете одну монетку или несколько по вашему желанию, как вам хочется, без разницы. Желательно, кстати, чтобы монетки были белого цвета, ну, как бы из серебра, не бронза, не желтые монеты, а именно белые монеты. Вы берете тот символ, который вы приготовили для вас в кадр. Кстати, если у вас этого нету, или вы где-то на ходу, на бегу, не волнуйтесь, вы можете просто даже мысленно со мной все это делать, потому как Шри Янтра, пожалуйста, в вашем распоряжении, монетки там у нас лежат, воспоминания всегда с вами. В данном случае блокнот может быть и не понадобится, если у вас качественное, четкое, образное мышление и воспроизведение картинок прошлого. Хорошо, наша задача с вами взять энергию из тех моментов, когда у вас были ситуации денежных удач, денежных ресурсов. Мы берем оттуда вашу энергию, берем мы ее через ощущения, через эмоции, и эту энергию мы с вами через символ денежный закладываем в монетку, в одну или в несколько монеток. Друзья, сейчас будет тишина, я буду проводить для вас этот процесс. Я как квантовый целитель и маг нового времени могу проводить процесс на расстоянии. Мне не важно, где вы находитесь, потому что для энергии, с которой я взаимодействую, а это высоковибрационные энергии потоки, для этой энергии не важно, где находитесь вы, важно, что я проводник и мастер, а вы принимающая сторона, которая сейчас вместе со мной. Я вам предложу произнести просто одну установочную фразу, и после этой фразы мы немножко с вами помолчим для того, чтобы произвести этот процесс, этот ритуал, заложить свободные новые денежные потоки в вашу монетку. Что потом с ней делать, я также расскажу. Ну что ж, приготовьтесь, пожалуйста. Берите монетку в руки. Я тоже сейчас возьму мою монетку из этого. Так, тут у меня несколько монеток, я ищу беленькую. Вот, выбрала беленькую монетку. Поворачивайте ее положением орла в свою сторону, зажимаете ее между средним и большим пальцем, для девочек на левой руке, для мальчиков на правой руке. Зажимаете между большим и средним пальцем. Девушки берут в левую, мальчики в правую руку. Мужчины, мужчины, простите, мальчиков у нас здесь вряд ли придут. Мальчики сюда придут только осознанные взрослые люди. Итак, зажимаем эту монетку. Прямо сейчас я прошу тебя, ты смотришь этот выпуск. Я не знаю, как тебя по имени называть. Но я знаю, что кто-то смотрит этот выпуск. Повтори, пожалуйста, мысленно или вслух за мной. Осознанно здесь и сейчас я, назови твое имя. Например, осознанно здесь и сейчас я, Лада. Вот так вот сделайте. Давайте еще разок. Осознанно здесь и сейчас я, имя, через проводника Ладу. Структурирую все самые удачные, пиковые, изобильные моменты моей жизни в этот денежный амулет. Я закладываю через этот ритуал в данную монету, которая в моей руке. Все вибрации, чувства и энергии. Самых лучших денежных результатов моей жизни. Я делаю это здесь и сейчас самым наилучшим образом. Максимально гармонично и безопасно для меня и для всей Вселенной. Сейчас, друзья, продолжайте держать монету и смотрите на пламя свечи. Либо ваши, либо вот у меня в кадре есть свеча. Смотрите на пламя свечи, держите монету и продолжайте собирать ваши ощущения радости, удовольствия, всех эмоций, которые вы получали в момент получения крупных сумм денег. Собирайте, пожалуйста, все эти эмоции.